Я хочу проповедовать сегодня на тему «Чего ожидает от всех нас Господь?» Безусловно, что у Бога есть какие-то ожидания. Он не случайно каждого из нас призвал и приблизил к себе. Не так ли, друзья мои? И мы, как церковь, живой поток, должны что-то услышать важное для себя. Чего хочет, чего ожидает от меня Господь. И если Он действительно чего-то хочет и ожидает от меня, и я это делаю, то и мне будет хорошо, и имя Бога будет благословено. Чего ожидает от всех нас Господь? Итак, несколько мыслей. Почему в мир пришел Христос? Почему Он умер на кресте за всех нас? Отчасти вы это уже слышали, знаете, но я хочу вам просто сегодня, акцентируя ваше внимание, что-то важное сказать. Вы видите здесь вот этот прекрасный стих. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Как я живу? Как проходит моя жизнь? Да, Христос умер за грехи наши, сто процентов. Да, Он простил нас, потому что мы пришли к Нему покаявшись. Так или нет? Да, Бог принял нас в свою большую семью. Слава Богу за эту семью. Но когда мы пришли в семью, что Бог ожидает от нас? Библия говорит, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. И тут невольно возникает вопрос, а как же я? А как же я? И как-то себя как-то жалко, потому что себя-то мы любим. Но Христос, Библия говорит, за всех умер, за равнодушных, за беспечных, за неблагодарных. Просто за грешников, за блудших и за развращенных. Причем умер добровольно по предопределению. Слава Богу! Христос за всех умер. С какой целью? Чтобы живущие уже не для себя жили, но для других, для Бога и служили Богу и людям. То есть, вы видите, одно дело приходит на служение, а другое дело служить людям. Какое служение, если я прихожу и не служу? О каком служении может идти речь? Если я пришел, значит, мое призвание, что служить. И я надеюсь, что после этой проповеди армия волонтеров возрастет. Аллилуйя! Что было бы, если бы, допустим, у вас семья, мы большая семья Христова, у вас, допустим, есть папа, мама и семь деток, примерно. И вот эти, допустим, люди, которые составляют семью, они ничего не привносят в семью. Они ничего не делают хорошего. Они ждут помощи, ждут каких-то подаяний. Можно ли назвать это серьезно, что это семья? Отчасти это сделать трудно. Так точно что-то подобное не должно происходить в Церкви Христовой. Еще раз, одно дело приходить на служение, а другое дело, что служить. То есть мы приходим не просто пообщаться, не просто посмотреть друг на друга, а мы приходим сюда что? Служить! Аминь! Запомните, можно верить, но не служить. Можно верить, но не служить. И я хочу сказать вам очень искренне, тот, кто поверил в Иисуса Христа, кто принял водное крещение, но продолжает жить своей жизнью, он нечестен по отношению к тому, кто умер за нас. этот человек не понял сути христианства. Суть христианства это служение Богу и друг другу. начинайте служить. Начинайте служить. Начинайте служить другим. Я хочу вас вдохновить этим стихом. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. оказывается, все очень просто. Одна из причин, почему люди не заняты служением, они говорят так, а я не знаю, чем я должен служить, а мне кажется, уже все там занято. Но везде есть время и место для служения. Запомните. Слава Богу! И я хочу вас просто вдохновить. Все изменится к лучшему в вашей жизни и в церкви, если мы приуслышим сейчас этот призыв. Он очень простой. Возьмите хотя бы одного человека, который ослабел, который редко посещает церковь или просто его оставил, и поднимите его. Поднимите его. В течение полугода получится, слава Богу, надо год, не страшно. Одного человека. Еще раз. Если мы пришли однажды в церковь, есть люди посильнее, есть послабее. Христос сказал так, что из тех, которых ты дал мне, я ничего не погубил, не потерял. Мы много усилия прилагаем, чтобы люди пришли в церковь. И сколько же необходимо усилий, чтобы люди не терялись. еще раз. Мой призыв сегодня к церкви «Живой поток» – возьмите одного человека, который слабее вас. Встречайтесь хотя бы раз в неделю, может быть, это семья, и вы увидите и удивительные результаты в себе и в других. Это просто и это возможно. И если мы будем следовать этим путем, что-то необыкновенное будет происходить вокруг нас. Есть в этом зале люди, которые готовы что-то предпринять в этом направлении. Любое служение, оно начинается с маленького. Вначале ты пасешь одного человека, потом взрослея, ты можешь пять-семь пасти. Мы в основном общаемся в нашем кругу. Нам это приятно. Потому что мы соприкасаясь, часто люди по возрасту или просто разделяют одно мнение, или просто мы хорошие христиане, нам неплохо. Но, братья, мои сестры, а где остальные? Еще один момент важный. Смотрите, как живет семья? Если живет семья и кто-то в семье потерялся, смогут ли остальные вот эти жить спокойно? Я не думаю. А как вы? Как вы думаете? Смогут же спокойно? Участвуйте? Нет. Поэтому мы не должны быть равнодушны к тому, что происходит в Доме Божьем. Мы одна большая семья. Поэтому главная цель всех собраний это человек. Это сам человек. Христос сказал, человек больше овцы. Если вы готовы овцу спасать, то почему бы не прийти на помощь отдельному человеку? Для Христа был важен человек. Он был готов всегда пострадать, быть непонятыми людьми, но человеку он всегда спешил на помощь. Поэтому да благословит вас Бог, церковь, живопытов. Вы здесь? Слава Иисусу. Поэтому цените каждого человека, который однажды пришел в церковь. Я помню, я говорил, что у нас хорошие люди. И эти люди, которые приходят в церковь, одни служат благословением для вас, а другие способствуют духовному росту. Разве это не чудесно? Да, нам нравится, когда окапывают нас, нравится, когда поливают, не всегда нравится, когда обкладывают навозом. Но это тоже для духовного роста. Вы видите, здесь хорошие люди принесут вам счастье. И у нас много хороших людей. А плохие люди, если они встречаются, наградят нас опытом. Бесценным опытом. Хочешь, дадут вам урок. А это тоже надо. А лучше подарят воспоминания. Слава Богу за все, что мы имеем от Бога. Еще раз, цените каждым человеком. Ни одного человека в Доме Божьем случайного нет. И если он уже пришел, у него достаточно веры и силы было, чтобы прийти в церковь, у нас должно быть достаточно силы и веры, чтобы этому человеку помочь. И вся церковь сказала Аллилуйя. Важно служение. Важно служение. Вы никогда не будете заниматься служением или каким-то делом, если вы не заинтересованы. если вы это не любите, если вы заняты просто самим собой. Вы здесь видите важность некоторых моментов. Служение это возможность раскрыться и реализовать себя в жизни. Вы никогда не узнаете свое призвание, пока вы не начнете что-то делать. Реализуйте эту возможность и это возможно через служение. служение избавляет от уныния и проблем. Я говорю очень серьезно. Павел говорит посему мы имеем это служение мы что делаем мы не унываем. Почему Павел и его последователи они не унывали? Потому что у них не было времени для уныния. Они были заняты служением. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Служение избавляет от уныния и проблем. Когда мы что-то делаем полезное для других обязательно будет что-то хорошее для вас. Поэтому я вас просто призываю будьте благословенны в вашем служении и в вашей жизни. Еще обратите внимание почему важно служение. Идем дальше. Служение это путь к возвышению и счастью. Здесь в этом зале есть счастливые люди. Ну поднимите руку. Слава Иисусу! Библия говорит о том и мы знаем это с практической жизни счастлив счастьем поделись с другим. Почему? Потому что разделенное счастье или радость это две радости это два счастья. поэтому служение это путь к возвышению и счастью. Я просто вас вдохновляю просто оставить беспечие лень и сказать Господи я хочу я готов я буду это делать. Служение это путь к полноте и силе. Виталик здесь сказал не переедайте. Если нас будут только кормить хорошо кормить но не будет упражнений не будет служения мы будем тучными полными извините за выражение но слабыми. Если мы хотим быть сильными нам надо служить. Я говорю за себя кажется больному надо лежать но я когда лежу я слабею 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 я не соглашаюсь мне надо двигаться мне надо что-то делать служение это путь к полноте и силе. Многие из вас посещают фитнес благослови вас Бог но есть более эффективные средства для вашего духовного здоровья а потом и физического это служение аллелуйя начинайте упражнять свой дух начинайте упражнять свою душу начинайте служить дальше служение предохраняет от присущения надеюсь из всего этого вы что-то услышали служение настолько эффективно и важно что люди могут не принять проповедь отвергнуть свидетельство но никогда служение никогда служение я это знаю из практической жизни я это знаю по миссии чтобы человек услышал надо чтобы открылось его сердце чтобы сердце открыть надо что-то сделать расположить человек и когда мы делаем добрые дела на миссии тогда люди открываются чтобы слушать наши проповеди служение слава Иисусу за это прекрасное благословение счастьем делитесь с другими вы можете сказать что я не знаю свое призвание и я хочу хоть как-то вам в этом помочь или направить вас в этом направлении поэтому узнай свои дары и начинай служить правда есть в том что Дух Святой Он снаряжает нас для служения и труда и вы видите здесь стих что дары различные а Дух один и тот же и служение различное а Господь один и тот же и действия различные а Бог один и тот же произведящий все во всем что это такое узнай свое призвание и начинай служить почему это важно знать потому что что имею то даю это раз второе почему например животный мир который окружает нас они знают свое призвание а люди некоторые не знают почему пчелы знают что им надо носить что мед знают они или нет они знают свое призвание и не только не только пчелы коровы знают что им надо молочко давать а курица знает что яички надо нести у них есть еще выбор ну во всяком случае у коровы или набойню или молоко давать то есть в христианстве всегда есть выбор или служение или я дополняю толпу быть в служении быть прихожаном церкви и служить это разные вещи церковь это семья Божья поэтому здесь все вовлечены в служение что вы можете сказать лично о себе я знаю что у Бога есть план на вашу жизнь поэтому пусть Бог благословит вас исполнить узнать свое призвание и ее исполнить аминь почему я так акцентирую внимание на служении друзья мои есть многие христиане которые в основном заняты своим освящением и это неплохо они достойно хорошо живут но вы должны знать следующее что само освящение без наполнения не имеет смысла мы моем посуду чтобы туда что-то наливать а потом что-то принимать и кушать мы просто так ничего не делаем зря и не зря мы моем посуду поэтому если мы помыли свое сердце должно быть наполнение от Бога и это ты должен передать другим счастьем поделись с другим это есть настоящее христианство служение это есть настоящее христианство надеюсь что вы меня слышите и я думаю что вы живете достойно как христиане все это неплохо но Христос в вас чтобы проявляться через вас чтобы служить благословением для других аллилуйя пусть Бог нам поможет исполнить волю Божию а я вас прошу молодежи всех займите себя так для Бога чтобы на остальное у вас времени не хватало еще раз займите так себя для Бога чтобы для грехов которых трудно одолеть у вас времени не хватало занятость это путь к благословению когда я делаю то что ожидает от меня Господь и так мы идем дальше путь к эффективному служению я думаю что вы меня понимаете что важно не просто что-то делать а делать хорошо делать достигая результата да или нет и вот смотрите что здесь написано вы видите стих истинно истинно говорю вам что если пшеничное зерно пав землю не умрет то останется дно а если умрет то принесет много плода любящий душу свою погубит ее а ненавидящий душу свою в мире сохранит ее в жизнь вечную все просто как в телеграме это путь к эффективному служению и здесь не все нам так нравится вот если сила Божия сошла на меня на нас если благодать покрыла это нам нравится это нормально но когда надо умирать для себя как-то себя становится жалко но Библия говорит что в семени в Иисусе Христе есть жизнь и когда мы как семя как Христос был положен в землю а потом воскрес результатом Его подвига все вы и многие и многие из нас но как Христос достиг этого результата благодаря жертвенному служению служение или если мы служим Богу кое-как оно не принесет вам удовольствия и счастья почему потому что человек который уходит в мир он находит временное удовольствие и счастье человек который идет к Богу всей душой и сердцем он находит вечное ценность и вечную радость человек который никуда не идет он ничего не находит есть люди которые вышли из мира но они никуда не пришли есть люди которые просто сидят и обижаются что им не служат или им мало внимания уделяют начинайте жить по-другому во имя Иисуса я просто вдохновляю вас вот здесь успех в служении именно от этого зависит только через смерть снова приходит жизнь то есть живите будьте благословенны но умирайте для своего яд для своей гордыни чтобы иметь результат и успех только через смерть снова приходит жизнь мы должны служить Богу как жертвенно это уже час время заканчивается да понял слушайте меня внимательно друзья мои я хочу вам что-то важное сейчас сказать вот смотрите я ваш слуга и вот смотрите как мы должны строить свою жизнь и свое служение просто примере жизни вот когда я был первый раз в госпитале то ко мне приходили иногда по 20 человек в день больше спасибо всем вам ну а когда я второй раз попал я неделю был в госпитале никто не пришел ну один уже как вы описывали пришел браток спасибо ему но суть не в этом почему я это говорю меня это не расстраивает не напрягает почему потому что я знаю я должен идти не ко мне должны идти я должен идти я понимаю что всему свое время вы можете думать ну пастырь то понятно ему там мы все люди мы остаемся людьми знаете когда человек например кратко там поболел чуть-чуть ну ладно поддержали когда это долго то оно как-то уже и привыкаешь и надоедает все нормально но я еще хочу вам сказать я не жду я должен идти а если я не в состоянии это сделать то я не расстраиваюсь не обижаюсь не ропщу все нормально это жизнь будьте в этой жизни благословенны я хочу вам сказать больше смотрите я хочу просто вас направить к возвышенной цели я скажу очень кратко уже своими словами вот например помните блудного сына он решил пожить для себя ну надоело ему тут родители указания какие-то работы то пойди туда то сделай то а ну это что я я уже не вырос я живу как я знаю я живу как мне хочется иду куда считаю нужным правда бывает так люди живут да или нет и вот он пошел какой результат всего этого он все потерял он все расточил и возвратился домой ни с чем это результат жизни для себя вы здесь еще раз люди которые живут для себя они живут в недовольстве в ропоте они часто в расстроенных чувствах почему потому что все вращается вокруг тебя и все но люди которые вовлечены в служение они благословенны они благословенны они благословенны аллилуйя сейчас Витя Лебедев прислал такс месседж я ее прочитал и он поздравил церковь живой поток с праздником и написал что все лучшее не позади а впереди аллилуйя поэтому я верю что армия работников подымется бог не требует от тебя много начинай найди одного человека и начинай служить подыми вдохнови восстанови поддержи благослови аллилуйя мы можем теряться а может быть наоборот вдохновляться в больших аудиториях но работа один на один это не просто но это часто очень важно и этот человек будет помнить тебя всю жизнь когда ты поможешь ему аллилуйя слава иисусу слава иисусу я просто сокращаю свою проповедь полностью и хочу просто вдохновить вас еще одним моментом просто это последний пункт в этой проповеди никогда не сдавайтесь я пропустил один момент там у меня такой есть момент что без бога вы не можете делать ничего вы меня слышите вот часто ты что-то начинаешь оно валится с рук ты делаешь его стараясь лучше оно получается хуже ты пытаешься исправить положение а оно наоборот усложняется правда бывает такое одна из причин почему это происходит потому что мы без бога не в состоянии делать ничего я скажу вам немножко за Богдана что он когда пришел к богу начинал служение то ну как бы так я видел что он может что-то делать организовать но прорыв служения наступил когда он понял что без бога он немногое может сделать и когда я заметил что он начал больше молиться больше поститься его служение стало другим чем раньше поймет этот человек тем лучше я сказал за Богдана чуть-чуть его похвалит теперь пусть он попробует не молиться или не поститься но это путь к благословению друзья мои и я хочу чтобы вы были благословенны во имя Иисуса никогда не сдавайтесь и так братья мои возлюбленные будьте тверды непоколебимы всегда преуспайте в деле Господнем знай что труд ваш не тщетен пред Богом вот смотрите если вы приступили к служению послушайте чтобы вам не колебаться чтобы вам преуспевать в деле Господнем вы должны что-то знать что вы должны знать что ваш труд не тщетен пред Богом аллилуйя бывает так человек ну там десять что-то делало девять поблагодарили одного нет и человек потерялся не заметили не обратили внимания вы это делаете в первую очередь пред Богом мы как церковь расположены благословлять и поощрять каждого кто увлечен в служение но главное это то что сделает для тебя Бог слава Иисус и вот эта картинка которую вы видите она просто я не знаю в каком возрасте но она была в комнате Богдана когда-то поэтому я попросил чтобы она вы ее увидели никогда не сдаваясь вот смотрите мы сейчас все к молитве я просто уже образно скажу своими словами один пример из Библии вот смотрите Захария написано ее жена Елизавета они написаны были беспорочны в своей жизни и служении просто делали все прекрасно то есть святость на своем месте и они вовлечены в служение а с другой стороны написано и не было у них детей и они были в летах каких преклонных то есть старички надежды нет и хочешь продолжай служи хочешь ничего не делай но слушайте что для меня важно они были как бы в безнадежной ситуации но Захария продолжал служить несмотря ни на что он свою очередь исполнял свое служение выполнял очень четко это я говорю тем кто еще не видит должного результата не видит должного плода что интересно заметить послушайте меня что в то время не иметь детей это было большим позором а люди живущие в то время считали этих людей бесплодных грешниками попробуй жить люди со стороны смотрят на тебя и видят тебе грешника а тебе надо служить а Библия говорит что они по всем заповедям и уставам поступали как беспорочно почему иногда мы соприкасаемся с подобными ситуациями почему ты не должен никогда сдаваться почему было так много преград на их пути только потому что в мир должен прийти Иоанн Креститель который многих обратит ко Христу который приготовит путь для Иисуса который возвестит о Мессии вы понимаете о чем я говорю? поэтому было большое противодействие была большая борьба и немногие понимали их то что они делают ситуация была безнадежная и мне кажется что Захария мог опустить руки и сказать жене своего возлюбленного что я делаю мы делаем как-то оно не приносит никакого результата и успеха да и мы уже так как бы старенькие может быть уже пора остановиться пусть другие делают и вдруг когда однажды еще раз вот как вы вошли в живой поток на вашем пути вовлекаясь вовлекаясь в серьезное служение в серьезную борьбу и чем выше служение тем борьбы будет больше и чем больше народу тем смиряться надо больше умирая прорыв поэтому если вы если вы ждете ответа долго результат будет намного сильнее никогда не сдавайся еще раз никогда не сдавайся никогда не сдавайся никогда люди тебя не поймут не беда люди тебя не поддержат не побудут это не проблема сам делай то что ты должен делать никогда не сдавайся Христос пришел в мир и что как ее встретили избиение младенцев почему уничтожить остановить потому что дьявол понимал кто пришел в мир но Бог сохранил их и последнее заканчивая наше праздничное собрание я все же хочу сказать какое наилучшее собрание вы будете уходить и будете рассуждать о нашем текущем собрании как оно вам понравилось или нет я хочу чтобы оно было вам наилучшим и это возможно при вашей помощи мы то что можем мы делаем но когда вы подключитесь к команде большой результаты будут совершенно другие аминь наилучшее служение это служение которое благословляет Бог и в котором что я участвую не присутствую а участвую мы сейчас будем молиться вот сейчас можете приходить музыканты у нас будет молитва посвящение на служение мы начинаем новый год и нам надо ваша помощь и ваше участие я не буду вас призывать наперед но если ваше сердце открыто и вы что-то услышали пусть Бог благословит вас в этом служении во имя Иисуса а я хочу вам сказать следующее если вышло здесь от хор вышел петь и вдруг их что-то не получилось скажите пожалуйста как они будут потом оценять это все или говорить я отвечу за них они вряд ли будут критиковать то что они делали вместе они будут сопереживать они будут думать как изменить как сделать лучше но критиковать никогда не буду потому что это их служение критикую только те которые наблюдают за всем со стороны а со стороны виднее критикуют те которые ничего не делают и осуждают других критикуют люди те которые кем-то или чем-то недовольны но есть новая жизнь в Иисусе Христе и путь к этой жизни служение 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 никогда не сдавайся во имя Иисуса начинай служить начинай с малого придя в любое общение постарайся кому-то помочь кого-то поддержать кого-то благословить иногда один доллар который принес тебе внук может сделать больше чем мы можем взрослые делать Бог единство что ждет делает от души от сердца все нам не надо кого-то удивлять нам надо служить 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 аллилуйя если кто-то из вас услышал сегодня мой призыв прежде чем мы помолимся я хотел бы чтобы вы просто подняли руку что вы желаете что вы готовы начинать служение немногие меня услышали немногие меня услышали я благодарю Бога за ваши поднятые руки я прошу об одном вы должны это знать чем жертвеннее ваше служение будет тем огня и Божье присутствие в жизни вашей и служении будет больше кому-то дать подаяние это одно умереть для себя это большая жертва но чем больше ты будешь смиряться и умирать для себя тем огня будет больше огонь приходит на жертву многие ищут переживаний Бога но они не готовы служить Бог желает что-то изменить твоей судьбе в жизни Божьих детей Бог желает что-то важное изменить Бог желает дать тебе прорыв в духовной жизни ты можешь призывы слышать тысячи раз что тебе надо молиться тебе надо что-то делать пока ты не начнешь служить у тебя не будет прорыва в молитве почему потому что когда ты что-то делаешь ты видишь свои возможности ты понимаешь свою зависимость от Бога ты понимаешь что без Бога ты не можешь делать ничего чем раньше этот человек поймет тем лучше аминь поэтому будьте благословенны растите и цветите и плоды приносите пусть Бог поднимет руки которые опустились пусть Бог даст вам крылья веры и надежды во имя Иисуса пусть придет прорыв в твоем служении труде пусть твое служение будет эффективным и плодоносным пусть через наше служение прославляется вечный живой Бог Аллилуйя ему во веки аминь не аминь и не пух твое и пух и